Ну вот про своего отца как он тут попал, принял в Первую войну. Ну я и говорю, когда я его взяли, звали его как? Семен Павлович Трупиков. Как? Семен Павлович Трупиков ему фамилия была. Трупиков. Нормальная фамилия. Ненормальная фамилия, конечно, страшная. Неприятная. Его взяли в периодистическую войну, когда вот Берегелем пошел на нас, немцы пошли. Это же тогда у нас Николаша царь был последний. Его взяли на войну. Все. Он воевал. И были, битва была страшная в августовских, августовские веса были какие-то, назывались. Это, видимо, там с немецкой стороны, я так понимаю. Потому что. Вот. И там были очень страшные бои. И вот они попали там в весовую. Наши царские солдаты. Все. Его ранило. Он потерял сознание. Его взяли в плен. И пять лет он прожил в плену. Он на Бауэрах работал. Там у нас купцы были. Там Бауэра звали, говорит. Ну, помещик, короче говоря. Ну, она. Я говорю, папа, а чего вы делали? Он говорит, отделывали ихние дома, квартиры. Я говорю, Атласом, Бархатом. Они же пока так работали. Участников работали. То же самое. Тогда там тоже свое управление было купечным. И его даже жениться там заставляли. Он очень мастер, хороший, понравился. Ему немку предлагали. Жены предлагал хозяин. Свою внуку, эту племянницу, говорит, женись. Он говорит, нет. Я все равно должен быть в России. Потому что у меня там осталась жена, дочь и родители. Ну, бабушка была жива. Отец-то, он погиб. Когда Рожанская началась, дедушка погиб. Вот. И говорит, я должен все равно. Нас когда... Вас, говорит, никогда не освободят. Вы так и будете здесь жить, пленные. Он говорит, нет. В крайнем случае, я, говорит, убиваю. Я так и сказала госхозяину. Все. Он говорит, ну тебя убьют и все, говорит. Он говорит, ну пусть убьют, но я все равно должен быть на родине. И вот он убежал. Все. То есть он четыре раза пытался его ловить? Четыре раза. Четвертый раз он ушел. Три раза его ловили, драли собаками, возвращали, шампалами били. Лежал он месяцами, я отходил. Все равно он, у меня, говорит, мысль не покидалась, чтобы мне только убежать. И вот они последний раз переплыли реку и убежали из тюрьмы, из-под колючей проволоки даже. Пока они уж там ее... А жили они днем, ну то есть ночью спали в тюрьме? В тюрьме. А днем работали. Их выводили работать там. Ну какие работали, я уже не знаю, не молодец. Но он говорит, нас мысль не покидалась с этим игреем. Он сказал, все они, мы с тобой все равно. Ну они молодые были. Ну сколько они там, может, где-то 26. Вот все. Они же молодые были. И что, вот они переплыли Одер? Да. И убежали. А в каком это городе было, хоть, ну ориентировочно? Ой, не могу сказать. Не могу тебе сказать. Это я уже не помню. То есть они переплыли Одер, ночью шли и днем прятались. Днем прятались, конечно. Потом он попал. А они потом в разные концы разошли, чтобы не так... Ну понятно. Закутать следы. Все, он говорит, мы разошлись. Я, говорит, попал в Польшу. Я прибежал в Польшу. И вот в Польшу его прятал в полях. Все, там, ну может быть, сутки, трое там. Но за ним погоня, он, говорит, за мной была. Они, говорит, приходили. Искали. Все. Но не нашли. И спасил, говорит, этому поляку, он меня спас. А потом я, говорит, когда уже стал поближе к России подбираться, границы. Говорит, я уже до того обессилил. Говорит, хоть я сыра-то ела, у меня, говорит, два круга сыра дал сухого своего. Говорит, будешь питаться. Я, говорит, уже на дерево залезал, привязывался. Он, говорит, мне веревку дал. И, говорит, посплю, маленько сыра поем, спускаюсь опять из духа. Ну, пришел, прибежал в Россию. Прибежала здесь революция уже советской власти. Они там и не знали даже. И что, где-то он в Белоруссии, да, перешел границу? Ой, не знаю. Миша этого и не знаю. И он переходил. И что, прямо сразу на Доркоп-Дзержинском? Ну, он приехал сюда, на родину сразу, а потом, надо куда-то появляться, он, говорит, надо же заявить о себе. Он же тоже не знал. То есть он перешел границу и пришел прямо домой? Домой, прямо домой, в первую очередь, ночью пришел. Говорит, мама, говорит, я у свекрови ночевала. Ее и сватали, мама, она, говорит, нет, я буду мужа ждать. Все, она же молодая, тоже была человеком, 23 года, наверное. Говорит, и как закричат в сенях, Семушка, Семушка, свекровь. Я, говорит, вылетаю, супруг мой стоит, весь, говорит, ободранный, ну, что? Ну, понятно. Сколько, что? Это ему еще поляк кое-чего там дал, да, поддержал его немножко. Все. Ну, он, говорит, тогда звали маменька, говорит, мне надо к власти к этой обращаться, я же военный пленный. С пленой пошел. Ну, а тогда правил Дежинский, его туда, в центральное, самое наше управление. На допрос, все разъяснили, вот он сказал, тебе положено Георгиевич Крест за твой героизм. Это я помню хорошо, как отец сказал. Ну, так, говорит, советская власть, освобождаем тебя от гражданской войны. С войны, на войну ты еще не оправиваешься, я был по стороне, все. Ну, он стал работать там, в его системе. На Лубян? Да, на Лубянке. Ну, Лубянка их вызывали, он говорит, вызывали очень часто. И брат его туда устроился, старший тоже пришел с войны, где Сережа. Старший отца был, тоже там работал. Ну, потом они ушли, говорят, надо было уходить. Мы отработали честно. У него и у отца оружие было. Они с пистолетами были, конечно. Пистолеты носили. Ну, в какой-то охране были, короче говоря. Он тогда, мама учил стрелять, и чуть-чуть вам полимбил. У нее кожу с него забыл, что заряженное. В старом доме там, где-то еще от пули были мельчат. Но это уже после, когда он оттуда ушел, оружие у него с собой было. Я тоже помню, хорошо. Отец тоже много испытал. Но он сильный духом был. Сильный очень был. Болевой такой был. А так, говорят, там, в ту войну даже много наших. Так пойдет военный полембор. Не все же бежали, а которые пытались бежать, их убивали. Его били, на нем живого места не было. Все потом зажило. Все равно, говорят, у меня мысль не покидала. Убегу, и все, убегу, я убегу. На ссору. Понятно. Смотри, отзыв.